Ну и вот тут я как понимаю что-то должно быть, потому что здесь и тем более есть, у них вернее продаются. Приготовил весь материал и решил вам показать у людей, которые занимаются давно магнитным поиском. Может я что-то купил, она железная. И то есть почему? Потому что чтобы не проворачивалась и купил для скрепления. Перчатки я взял обязательно. Почему? Потому что сам магнит 100 с доставкой. А может еще что-то нужно для этого. Ну вот как-то так. Доброго времени суток друзья. Я сегодня нахожусь в таком красивом месте возле деревушки Сот де Ферер. Это недалеко от Валенсии. Но я не буду сегодня показывать вам эту деревушку, а сегодня хочу снять небольшой ролик о магнитном поиске. Насмотревшись маленьких коротких роликов о магнитном поиске, я тоже решил заняться этим делом. Особенно мне понравился ролик, ролики, вернее которые делает канал в поисках клада от Влада. Они очень интересно это все показывают. И вот в принципе они меня вдохновили тоже заняться таким магнитным поиском. Ну я это буду делать в Испании. Потому что вот я уже вам показал вот эти вот места красивые. Вот если мы сейчас подойдем. Обязательно я вам покажу. Например вот этот вот мост. Почему? Потому что этот мост он построен был в 1706 году. Да? И разрушен был в 56 из-за наводнения. Ну и вот тут я как понимаю что-то должно быть. Потому что здесь этим поиском не занимаются. Вот. И магнитом они не занимаются. Испанцы не занимаются. У них вернее продаются. Но они такие китайские какие-то невзрачные магниты и немощные. Ну я вам тут еще покажу. Вот это вот. Там вдали это иберийские пещеры. Ладно. Ну возвращаемся уже. поговорим о магнитном поиске. Вот. И я приготовил весь материал и решил вам показать. Почему? Вернее показать. Кто может тоже думает заняться магнитным поиском. Ну и в то же время хотелось бы спросить у совета у людей которые занимаются давно магнитным поиском. Может я что-то упустил и они мне порекомендуют. Итак друзья. Я купил магнит. Называется он тритон. Двухсторонний. Рассчитанный на 400 килограмм. В комплекте шла вот такой болт и вот такой. Который крепится один на это сверху. Для поиска сверху. И сбоку тоже крепится это сбоку. Да. Это был комплект. Потом я насмотревшись видео понял что когда вы например прикрепляете ну например крепеж с этой стороны да то затыкать затыкать дырки нужно обязательно. И то есть я приготовил два болта. Ну помимо болтов я еще приготовил на всякий случай шпильку. Тоже можно затыкать шпилькой с помощью вот такого ключа. Что будет практичнее я не знаю я попробую. Потом еще я вот сам додумался потому что вот когда закрепляешь вот между закрепляешь вот этот вот крепление. Я додумался вот наверное стоит все таки вставлять вот такую вот гай прокладку. Она железная и то есть почему потому что чтобы не проворачивалась и при поиске не раскручивался канатом этот болт. Ну вот как то так. Вот дальше и что еще я могу сказать. Так это я купил для крепления концов каната при привязке электрические от электриков позаимствовал. Потом ну перчатки. Перчатки я взял обязательно. Почему? Потому что без перчаток тащить канат это очень проблематично. Дальше потом поговорим о канатах. Канатах это тема. Я очень недолго разбирался и думал какой же канат все таки лучше выбрать. Взял я выбрал все таки морские канаты и что у меня получилось. Значит две бухты я купил по 50 метров. Каждая бухта по-моему стоила мне по 70 евро. Но 50 метров это очень большая бухта. Я их разделил. То есть я взял например одну разделил на отрезал 30 метров получилось а вторая 20. Точно такое тоже 30 и 20. Значит покупал я веревку эту. Получается одна 12 миллиметров другая 10 миллиметров. Ну вот так у меня почему-то получилось. Почему? Потому что я знаю в некоторых местах колодцы в крепостях. Ну там наверное будет метров 70 а то и 80 глубины. Это крепости заброшенные. Но я постараюсь там что-то снять если получится. Да. Ну вот. Да кстати купил я себе вот для магнита вот такую вот сумочку классную. Мне она понравилась. Очень интересная такая вот. Дальше. Был у меня... Хотел я купить рюкзак. Но это рюкзак у меня для радиоаппаратуры, видеоаппаратуры. А этот рюкзак у меня старый. Он хороший. Я его когда-то покупал по моему евро в 60 стоил. Что-то там такое. Ну нормальный рюкзак. Он еще... То есть выдержит. И я решил его использовать дальше. Не покупать себе рюкзак. Итак. Что я хочу сказать по цене. По цене вышло в принципе не так и дорого. Ну там где-то... Где-то канаты вышли у меня где-то я не помню. 120 или 140 евро плюс-минус. То есть 2 бухты по 50 метров. Потом сам магнит 100. С доставкой в Испанию у меня стоил 100 евро. Перчатки вот на мне. Одни перчатки и другие. Это 10 евро. И... И все. И вот вроде бы с этим багажом можно... Можно как-то уже ехать. Да. Еще я забыл сказать. Вот эти карабинчики. Карабинчики значит у меня что происходит с карабинчиками. Я купил их два для пробы. Один немецкий. А другой китайский. Значит вот который... Который сейчас скажу. Вот полегче. Вот это вот. Вот это вот немецкий. А вот это вот китайский. Вот. И получается цена одного 2 евро. Или 3. А вот немецкий мне встал в 15 евро почти. Так что вот такие вот цены. В принципе там 100. Ну да я думаю заняться магнитным поиском. То есть в испанском варианте это где-то станет так в легкую в 300 евро. Ну не вопрос. Самое главное я что хочу сказать. Хочу спросить у людей которые вот занимаются магнитным поиском советов. Может еще что-то нужно для этого поиска еще добавить. То есть буду очень благодарен таким рекомендациям. Ну вот друзья на этом я наверное и буду заканчивать свой такой небольшой ролик. Благодарю кто посмотрел его до конца. Набрался терпения. Ну и естественно жду ваших советов. Вот. Потому что я думаю будет очень интересно. Потому что я вот по Валенсии знаю очень много живописных мест. То есть вот такие вот места там где вот есть колодцы старинные заброшенные. Что их уже никогда там и не трогает никто. Вот такие мосты старинные при заброшенных деревнях. Всего очень много. Ну я думаю что и мне будет интересно и людям кому нравятся путешествия. Ну вот совместим теперь с поисковым магнитом. Всех благ. Так что всего хорошего друзья. Спасибо. Значит я купил себе вот такой магнит. Магнит называется тритон двухсторонний. Вот на рассчитанный на 400 килограмм. К нему идут в комплекте шло вот вот такая вот штучка. Вот видите сразу прилепилась. Вот это крепится. Крепится сверху. Вот эти вот моменты классно. И решил показать что я приготовил к магнитному поиску. Ну и в то же время решил решил как бы спросить совета может еще что-то нужно будет. Да? К этому поиску. Вот потом к магниту естественно идут вот такие вот всякие причиндалы. Это крепить сбоку. Кто знает. Это сверху. Да я тут вот еще посмотрел такую вещь, что когда смотрел я эти ролики все подряд, то я увидел когда значит вы ищите вот так вот сверху. Ух ты, красиво упал. Хорошо не буду трогать пока снимаю на одну руку. Вот нужно по бокам нужно закрывать. Если вы сверху, если вы ищите сверху, вот где-то тут дырка есть, где-то тут у нас. О, все начинается лепиться кверху. Во. Вот. Черт. Ну, короче говоря, надо закрывать вот эту дырку, чтобы туда ничего не попадало. То есть я вот болтики подготовил. Эти два болтика у меня, если я вот это прикрепляю сюда вот эту штучку, то с обеих сторон тоже у меня получается, что я закрываю эти дырки. Но я еще вот приготовил вот такую шпильку. Ух ты, черт. Как он все забирает этот магнит. А я читал, что нужно быть очень аккуратным с магнитом, потому что по рукам, по пальцам может дать очень сильно и больно и поранится. Вот такая шпилечка. Тут сейчас я покажу. Причем телефон не приклеился. Вот. Субтитры подогнал «Симон»